Всем привет, ребят! Сегодня у меня есть вот такая вот красная жигули, тачка огонь, по крайней мере выглядит еще для своих лет очень даже достойно. И что сегодня хочу сделать? Мы постоянно слушаем, слышим, да, рекламы там, все дела там, вот там есть такая-то добавка в масло, есть там такая-то добавка в масло, там то двигатель будет работать, вы не услышите, то там коробочка будет переключаться, даже не почувствуете. Это понятно, это все у нас идет как бы для увеличения ресурса, да. А что если нам, например, взять жигули, вот простая вот она, вот стоковая жигули, взять коробку от жигулей, снять ее, слить все масло, промыть, то есть, ну, убрать по максимуму даже вот эту масляную пленку и просто на сухой коробке попробовать на ней погонять. И вот насколько надежный этот автомобиль, просто проверить, потому что движки, вы помните, да, что с ними не делали, то есть, ну, убить двигатель Шигуревский, это не так просто. Да, конечно, бывают такие моменты у самого было, это было давно, когда ты не стараешься мотору убить, но он так почему-то там то вкладыши приклеит, то кольца сломает, то еще что-нибудь. Ну, это да, это в процессе эксплуатации, в любом случае там, может быть, сам что-то где-то накосячил, а вот с коробкой проэкспериментировать, ну, очень даже, блин, интересно, насколько все-таки она надежная, поэтому давайте сольем, промоем и поедем куда-нибудь на трек по Дубасе. Погнали, короче. Ну, значит, что получилось, видели, коробку отмыли, то есть, взяли вот этот бутылек, короче, инструмент для мовиля, в мовильницу залили туда жидкость, которая смывает масло, коробочку видели, все промыли, все замечательно, ну, по максимуму, как это получилось, не стали ее даже снимать, прям так на месте все это дело сделали, приехали на полигон, ну, и теперь надо покататься. Так, надо поставить ResLogic и замерить дистанцию, которую она пройдет. И погнали. Одометр, все, включили, все готово, погнали. Бах! Страшные звуки автомобиль издает. О, нифига себе, а что за сцепление-то здесь? Да оно вообще присутствует, нет? Поехали. Так, спидометр работает, это хорошо, но только нехорошо то, что скорость большую не развитит для двигателя, это очень плохо будет, то есть, как бы перегрев не словить. Ну, и ладно, зато в нагрузку надо всегда ехать, чтобы у нас коробка нагревалась, чтобы у нас все там терлось, шоркалось, лужи объезжать, чтобы ее не охлаждало. Вот так вот, вот это называется, что у нас неуправляемый занос, и это хорошо. Андерстирит очень сильно. 5600, проехал. Так, наверное, я знаю, наверное, колеса надо подкачать, скорее всего. Ху, надо открывать окна. Слушай, 7100 проехал. А, откуда что парит? Откуда что парит? Я печку включил, двигатель не должен перегреваться. Нет, из коробки, походу. А, из коробки, вот, садись, катайся дальше. Вообще, как бы надо бы. Ну, звуков никаких не появляется. Нету? Нету? А, ну вот, ребята, у нас проходит испытание тут в стиле, знаете, Лиман. То есть, накатали там километров 7-10. Все, протираем камеру, смена пилота, поехал следующий. Поехал! О, звук какой-то показал. Да. Ты вскател? Да? Ты вскател? Ну, вообще, вот это свет для нас. Не, ну, ты, ты, вой-то уже появился какой-то. А? Вой появился. Вой появился, да? Да, с улицы очень хорошо слышно, что коробка подвывать начала уже. Я ее прям вошел. Ну, мы видим как-то ее. Там не греется, ничего. Я стыжаю периодически. Ну, и тоже заметили. Ну, что, смело пилота, едем дальше. Поехали уже 23 километра. И никаких намеков на то, что коробка там... Нет, хотя слышно что-то такое, какой-то звук появился. Ну, я бы не сказал, что он там сильно громкий. Но в машине очень жарко. Прям очень. Ну, понятно, потому что все греется. Ну, ничего, пока еще. Пока держимся. Так. Что у меня тут? Итак. 35 800. И пофигу, мороз. Так, смена пилота. А что это было? Я ничего не делал. Я ничего не делал. Все, первичка заварилась. Вал заварился. Какой вал? Вал заварился. Да ладно. Сама дернулась, дрыгнулась, не говорю. Точно, смотри, что. А я слышу там дры-дры-дры-дры. Смотри, смотри, стартер. Давай стартер, ну. Нет, еще не заварился. Опа! Я ничего не... 35 800. Остановился, смотрите, что начало происходить. Ну-ка, вот, давай. Смотри, вот, все. Все, крути, нейтралка. Ага, можно чуть понажимать. Давай, а она, может быть, и поедет так. Ну, я поеду тогда. Давай. Все, поехал. Разварился. Нифига, звуки какие. Поехали добивать. Слав, все, убирай. Чему-то там реально хана. Все, ой, 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 я прям, ой, как слышу, все это прекрасно. Ой, что-то скорость не перестали. А-а-а, да-да-да-да, что это было? Так. Четвертая не включается. Так, да блин. Вообще никакая скорость не включается. Нет, первая включилась. О, включилась вторая. Так. О, третью все-таки смог включить. Ну. Ну все. Ускоряемся. Так. Еще кружок. А я думаю, надо делать остановку. Смотреть, что там получилось. Потому что до этого, вы видели, она уже начала приклеиваться. Так. Сцепление выжимать! Выжил, выжил. Выжил сцепление. Все. Нейтралку включил. Сейчас посмотрим. Ну, тоннель горячий, все горячее. Первая, вторая еще как-то с хрустом врубаются. Третью еле воткнул. Ну вот, посмотрим сейчас, что у нас получилось в прошлый раз. Вот. А, все. Вот вторая. Вот, короче, вторая, и все, больше ничего не работает. Вот нейтралка. Отпускаю сцепление. Опа. Опа. Сцепление отпускал. Вот, отпускаю сцепление. На нейтралке. Ой. Ой. На нейтралке. Еду на нейтралке. Опа. На заднее. Ай. Что? Так, о, перестала, все что-то там разработалось, теперь назад она едет нормально. О, все, что-то там отлипло, теперь назад можно смело ехать, все хорошо. Ну ничего, погремело, видишь, поехала. Она сама пытается тронуться, где-то там что-то, короче, цепляет. Ну, 42 километра уже держится. Давай-давай-давай-давай-давай. Так, ну что такое? 42,5. Она вся хрустит, вся звенит, вся трещит, но едет. Ни разу уже не пробовал. Это что сейчас были из-за звуки? Все? По-моему, все. 43 километра. Я не знаю, что это было. Похоже, вал сломала. Честно, я не знаю, что это такое. Что там происходит? Кто-нибудь знает? Ну, давайте попробуем еще раз на нейтралке. Вот нейтралка. Она едет на нейтральной. Вообще нормально. Едет, едет, едет. Едет на нейтральной. Ой, даже газу страшно давать. Тут что-то такой грохот стоит. Ну что, друзья, 43 километра, в любом случае, она проехала. И мне кажется, нет, больше она уже не проедет, уже все. Это для нее предел. О, погазуешь, раз, нормально. Ну-ка, а если не газовать? Ну, примерно то же самое. Нет, хотя вот, поскольку я показывал все, она пытается что-то поехать. Ну, а как ни крути, 43 километра она проехала. Все. Да, отлично. Друзья, ну а теперь немного о приятном. Акция, которую мы проводим совместно с компанией Кардан Баланс, которым каждую неделю мы дарим призы стоимостью до 100 тысяч рублей. Ну, а на этой неделе у нас будет три приза для вас. Это три вот таких замечательных айфона. То есть на этой неделе мы осчастливим трех людей. Кардан Баланс – это профессиональные услуги по ремонту, балансировке и изготовлению карданных волок. Опыт работы более 19 лет и ремонт любой сложности от трех часов. Безусловная гарантия каждому. Не знаешь, в чем проблема? Запишись на бесплатную диагностику в Кардан Баланс. И при обращении скажи, что ты от Гараж 54 и получи скидочку в 10%. В общем, друзья, компания Кардан Баланс. Все ссылочки будут в описании. Ну, и теперь немножко об условиях. Чтобы стать обладателем такого замечательного айфона, нужно быть подписанным на наш YouTube канал, на YouTube канал компании Кардан Баланс. И под этим видео и всеми остальными за неделю оставить любой комментарий. И каждый понедельник в 15.00 по Москве в нашем Instagram аккаунте в прямом эфире мы находим нового счастливого обладателя для приза недели. Ну, и, конечно же, друзья, не забывайте, что все ваши подписки должны быть открыты, чтобы вы могли легко и просто все это дело проверить. И просьба сугубо личная от меня. В разделе о канале, пожалуйста, ставьте ссылочку на ваш ВК, либо на Instagram аккаунт, чтобы нам легко было и просто с вами связаться. В общем, все ссылочки будут в описании под этим видео. Желаю всем удачи. Ну, вот, ребята, все-таки не удержались, короче. Притащили все это дело на подъемник, подняли. И вот так вот визуально смотрю. Ну, просто очень интересно, что же там произошло, что к чему приварилось. Потому что вот просто на нейтральное отпускаешь сцепление, блин, и она едет. Ну, вот так вот визуально. Вот сейчас смотрю, ничего такого особого криминального не видно. Но видно, что, допустим, очень хорошо видно, что шестерни посинели. То есть они стали синие. Соответственно, ну, перегрев, да, потому что без масла. А что же все-таки там произошло? Фиг его знает. Давайте ее скинем, короче, и уже посмотрим. Потому что здесь разглядеть что-то не получается. Поэтому снимаем, вскрываем и смотрим. Ну, вот, значит, сняли. Все, перевернул, положил, чтобы здесь все было очень видно хорошо. И что мы тут видим? На самом деле, получается, такая интересная история. То есть шестерни, получается, это у нас первая, вторая передача. Они вообще синие. Прям вот если сюда заглянуть, я не знаю, камера это передаст или нет. В общем, они нагрели до такой степени, что металл аж потемнел. То есть, ну, стал с такого темно-синего оттенка. Температура была здесь, честно, вот врать не буду, но очень высокая, скажем так. Не замеряли, потому что ничего не делали. И муфта. Все-таки, мне кажется, это либо муфта, либо это подшипник, который стоит внутри. Кто-то из них приварился, потому что вращаю за первичный вал. Вот видите, это сейчас на нейтралке. Ну, во-первых, звук. Ну, понятно, там масла нет. Во-вторых, крутишь-крутишь его, проворачиваешь-проворачиваешь. Так вот, постепенно крутишь-крутишь. Сейчас-сейчас-сейчас, оп-чик, все. И он заклинил. То есть, и он начинает через вторичный вал передавать момент. И у нас крутится, в общем, хвостовик на коробке. Видать, судя по всему, вот отсюда и происходили эти моменты, когда на нейтральной просто отпускаешь сцепление. Помните, да, с каким хрустом, треском. Но она начинала ехать, как будто, ну, не на автомате, я даже не знаю, как это назвать. Сцепление, то все равно выжимаешь. Но, в общем, только момент начинает передаваться, и все, и машина поехала. Причем это все происходило на нейтралке. Но 43 километра, это с такой нагрузкой, это очень такой даже достойный результат. Еще раз повторюсь, что похоже, что любой современной автомобильной механике, если с него просто даже слить масло, не промывая, как мы сделали здесь, то такой результат еще покажет далеко не каждая коробка с такими нагрузками. Видели, да, что там раздавали-то тачке вообще как следует. И при перегреве произошел такой тот момент, что у нас муфта-синхронизаторы. Они то ли износились, то ли что с ними случилось. В общем, скорости перестали включаться. Потому что синхроны стоят вот так вот боком. То есть, и не дают муфте зайти в зацепление. Короче, похоронили коробку. Ну ладно, я думаю, это не беда. Если что, у нас есть запасные. Такого добра хватает. В общем, масло покинуло коробку, там пробили поддон, либо что-то там случилось. 40 километров она проедет стопудово. А если еще ее не жалеть, а не давать такие большие нагрузки, то она, наверное, и 140 проедет. Да? По-любому вообще. 40 километров с такими нагрузками страшными просто. И она держится, и она еще даже не развалилась. Было понимание, что может что-то заклинить, какой-то вал отломить. Как это было у меня даже на дороге. Но здесь, блин, все выдержало. Все замечательно, все классно. Если здесь была бы даже просто масляная пленка, просто убежала бы масло, пленка осталась. Я думаю, одним днем мы бы никак бы не отделались. Рось бы ее мотать прям несколько дней для того, чтобы случилось что-то вот такое подобное. В общем, ребят, сами вы все прекрасно видите. У меня на этом все. Эксперимент на 107%. На ура. Все здорово, все замечательно. Поэтому смотрите нас, подписывайтесь, что-нибудь предлагайте, комментируйте, ставьте вот такие лайки. Ну все, пока. Продолжение следует...